За удостоверением волонтёра, известному юному общественнику Никите Кузнецову, пришлось подходить дважды. И хоть многие знают его в лицо, фотография должна быть. Вот я обрежу его на сколько по месяцу, будет одно лицо. Я тебе вручаю книжку вдвоем, но с условием того, что вы сейчас идёте вдвоём и клеите фотографию. 26 удостоверений вручил глава района ребятам. Следующий год в России объявлен в их честь. Около тысячи волонтёров или добровольцев Пушкинского района бесплатно помогают на разных мероприятиях. Они должны быть доброжелательными, уметь общаться с людьми, желательно знать иностранные языки. Возраст волонтёрам понизили до 12-13 лет. И некоторые вузы за такой опыт могут добавить баллы при поступлении. А о том, как зарождалось движение, рассказали тут же на презентации. Но во все времена главное, чем обладает волонтёр, это желание помочь и выдержка. Был один случай, при котором я не хотел ни с кем общаться, даже сложный был период. Ну, потом мне как-то опять написали, что нужна помощь. Я пришёл, и мне как-то стало полегче, и я понял, что есть смысл. Волонтёрская книжка служит для учёта работы. В неё вносят данные о видах деятельности. Там же есть информация о часах, поощрениях и подготовке. В администрации собрали представителей Пушкинского лесотехнического колледжа, Академии противопожарной службы МЧС и других учебных заведений района. Эта книжка, она, наверное, какая-то надежда на будущее, на то, что я могу где-то участвовать и развиваться в дальнейшем. Перед общей фотографией на память молодёжь зарядила весь зал положительной энергией, ещё раз подтвердив, что помогать людям – это очень важно, особенно если к этому относиться искренне. Пусть это просто песня, Влезет и влезет все вместе, Вместо не только дома, Влетать в поле время 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 Продолжение следует...